А если бы не телефон, он бы вообще упал, наверное, на землю бы упал. Провод висит на телефонном кабеле, где жесть просто. Да. Уже сколько так? Давно уже, пару месяцев. На окраине города Верхотурья, в районе Привокзальный, что находится в пяти километрах от центра города, жить становится все опасней и опасней. Если вы не хотите, чтобы вас придавило столбом и не шандарахнуло электрическим током, советую досмотреть мою небольшую экстремальную экскурсию по одному из опасных мест Привокзального района до конца. А сейчас обо всем и по порядку. В районе Привокзальный, на улице Пионерская, 13, вблизи многоквартирного пятиэтажного дома находятся действующие деревянные столбы с проводами. Вот они-то и являются источником опасности для местных жителей. Дело в том, что данные столбы уже давно сгнили и стали настолько трухлявыми, что их можно в буквальном смысле расковырять своими пальцами. Покосившиеся гнилые столбы находятся вблизи детской площадки многоквартирного дома и рядом с частными жилыми домами, что сильно тревожит местных жителей. В общем, данные столбы своим ненадежным внешним видом внушают беспокойство местным жителям. Местные жители боятся, что при большом ветре или шторме столбы не выдержат, упадут и принесут кому-то беду. Кстати, примерно пару месяцев назад предположительно из-за сильного ветра отсоединился провод от одного из трухлявых столбов. Провод был установлен обратно, но каким-то странным образом. В общем, посмотрите сами. Вон провод висит до телефонных кабеля. Телефонные кабеля идут вон. Высоковольтные. Чтобы провод не болтался, то, получается, местные электрики, правильно понимаете, привязали провод к пеньку вот таким вот образом. Нанотехнологии. А если эта тряпка прогниет, то будет снова так же. Но эта тряпка быстрее мы сгнием, чем она. Проблема с подобными никуда негодными столбами существует во всем городе, особенно в районе Привокзальном. Местные СМИ обращали внимание на данную проблему. Внизу под видео я оставлю ссылку на статью газеты «Новая жизнь», в которой приводится несколько интересных историй о том, как местные жители, обращаясь к местным властям и в органы прокуратуры, боролись с данной проблемой. В общем, я зафиксировал на видео все сгнившие столбы, которые угрожают жизни местным жителям, и отправился во двор многоквартирного пятиэтажного дома, где я оказался очевидцем того, как прорвало трубу в подвале данного дома. Е-мое, да у вас подвал-то находится в затопленном состоянии, что ли? Конечно. Вот сейчас пролетит вода, и вообще, блин, утопленный, и все, совершенно. Как часто подобное происходит у вас? Регулярно. Регулярно. А управляющая компания что, звоните ней, говорите, сообщаете об этом? Общая, ну, я холодную воду прорвала. После увиденного я подумал, что у данного дома, похоже, немало проблем, и я отправился во двор дома с целью познакомиться и немного поговорить о проблемах данного дома с местными жителями. Мне удалось познакомиться с дерябиной Татьяной Павловной, тружеником тыла и ветераном Великой Отечественной войны, и юными подругами. Татьяна Павловна и ее подруги поведали мне о том, что в прошлом месяце им пришли квитанции за оплату полив участка, и это при том, что у них нет земляного участка, который бы они поливали, и вообще они не заключали никакого отдельного договора на дополнительную услугу. Также мне рассказали о том, что подвал их дома регулярно находится в воде, который, кстати, зимой замерзает, и в подвале можно в буквальном смысле кататься на коньках. Участка у меня нет, коррозда нет, а деньги за полив участка берут. За что? Вот у меня так же, у меня так же. У тебя тоже здесь нет? Откуда у меня? У меня 92 года уже. Вы ведь, получается, ветеран войны, получается? Да, я в госпитале руку, блогатников кормил. Труженик тыла, ветеран этого. У меня медаль, а мешок. В общем, я немало узнал от своих новых друзей о проблемах данного дома и даже понял, что моя жизнь, наверное, не так плоха, как кажется. На этом наша небольшая экстремальная экскурсия заканчивается. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok